Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Кто не знает, у меня появился такой вот фитомодуль, живая картина на балкончике, и я поставила сюда орхидейки, которые больше всего подходят. А подходят именно орхидеи мультифлоры, не крупноцветковые, и те орхидеи, у которых короткие цветоносы, чтобы здесь было удобно проходить, и здесь еще будет небольшой диванчик. Естественно, чтобы всю эту красоту не цепляли, орхидейки должны быть больше такие мультифлорные, мини-орхидейки, и с короткими цветоносиками. Я приблизительно подобрала орхидейки, которые более или менее подходящие. Конечно, я думаю, что здесь еще будет все модернизироваться, я хочу добавить сюда еще варигатных красоток, я думаю, будет безумная красота, когда здесь добавятся более пестрые листья. Также я здесь добавила декоративное лиственное растение, оно очень хорошо будет расти, ветвится, будет вниз спускаться, и можно будет веточку как-то еще наверх заколоть. Мне кажется, это просто какое-то наслаждение, и это прям мой рай. Это то, о чем я мечтала, и то, что я хотела. В принципе, я получила. Какая у меня сейчас задача? Так как эти орхидейки сюда собирались со всего дома, с разных окошек, со стеллажей, да, и теперь они здесь в одном месте. Естественно, для них это большой стресс. Специально подбирала еще растения, те, которые не цветут, и они еще не на стадии, да, вот именно распустить свой бутон. Здесь пару орхидеек, которые растят цветоноса на свой страх и риск, если честно, я их перенесла. А в основном я старалась сюда поставить орхидейки, которые не цветущие. Для чего? Опять же, для того, чтобы они не испытали стресса и не затормозили свои цветоносики. Это очень важно, потому что от того, как мы переставляем орхидею с места на место, у орхидеи бывает стресс, и если мы цветущую орхидею переставим, да, поменяется свет, температура, она может взять и сбросить все свои цветочки. Как правило, такое бывает, когда мы приносим орхидейку домой. Если что-то ее не устраивает, она может взять и сбросить бутончики или цветочки, или то и другое. Иногда даже начинает гноить корни. Как правило, это более такие, знаете, капризные сорта, мутантики. Для новичков скажу, что мутантики это беглипы, бабочки, да, такие необычные орхидейки, которые имеют мутацию. Вот, и сейчас моя задача снять у них стресс и заставить эти орхидеи цвести. Я знаю несколько препаратов, которые способны справиться с этой задачей. Но я решила выбрать более, наверное, такой распространенный препарат, доступный и дешевый, чтобы, в принципе, каждый из вас смог себе его приобрести, подкормить свои орхидейки, снять у них стресс и запустить сразу все процессы. Потому что здесь есть и свежепересаженные орхидейки, и у них нужно запустить именно рост корневой системы и листьев. И также здесь есть орхидейки, которые давно уже растутся в горшочках, у них полные горшочки корней, и у них нужно пробудить именно цветение, чтобы эта картина заиграла уже всеми красками. Вот сегодня у меня такая получается многозадачная функция. Я знаю, каким препаратом решить сразу вот эти вот все свои задачи. К тому же я уже недавно показывала вам этот препарат и обработку этим препаратом, и результат был просто безумно классный космический. Потому что мало того, что орхидейки после реанимации навыпускали море корней, так они еще и повыпускали цветоносы. И вот если бы они повыпускали просто цветоносы без корней, скорее всего эти цветоносики я бы обломила. Но так как щеткой растут и корни, и цветоносы, да, я оставила эти цветоносы, чтобы посмотреть на цветение. К тому же я еще и не знаю, как они будут цвести, потому что эти орхидейки мне отдали реанимашками. И вот сейчас я их восстановила с помощью этого препарата. И еще и полюбуюсь на цветение. Сейчас я вам их покажу. Вот посмотрите, что творят эти реанимашки. Они были практически без корней, без туркара. Но сейчас они наращивают жирнючие просто корни. Вот орхидейки вообще уже корней, я полный горшочек за короткий промежуток времени. Так, полной рукой достать. Это еще, смотрите, сколько корней. Вот такие красивые корни. Естественно, она уже готова к цветению. И после обработки этим препаратом, посмотрите, вот он цветонос, и вот он цветонос. Орхидейка, не знаю, какого будет цвета, могу только предполагать. Вот, но скоро мы уже узнаем. Я очень-очень рада, честное слово. Вот, и второй экземпляр. Эта орхидейка вообще, честно, не давала никаких надежд, потому что она очень долго болела. Я лечила ее метронидозолом. Кстати, метронидозол справился со всеми ее болячками. Как видите, тут большие повреждения. У нее прям сильно гнили листья, были какие-то мокнущие пятна. Вот, да, метронидозол, отличное средство против гнили. А здесь я еще замазывала фундазолом шейку, прям зачищала, замазывала тоже. Смотрите, корешочки по всему периметру шейки. Вот они такие замечательные, зелененькие. И выстрелил цветонос. Тоже не знаю, какая будет орхидейка. Очень хочу посмотреть на ее цветочки. Ну, совсем скоро она уже нас порадует своим цветением. Обязательно покажу, да, какие орхидейки распустятся, что это будут за цвета. И они будут 100% какие-то крутые, сортовые, потому что они с сайта Орха Рай. Ну, вот результат после этой обработки я вам показала. Да, обработка была, получается, у нас, ну, примерно где-то недели три назад. И вот такие вот, да, шикарные результаты. Теперь я точно так же буду обрабатывать орхидейки в модуле. И ждать от них такие же шикарные результаты. Корни, цветоносики и новые красивые листочки. Итак, начинаю приготовить раствор. Ну, и, конечно же, начинается все с хорошей воды. Это залог успеха, мои дорогие. Правда, не пренебрегайте качеством воды. Не поленитесь, пропустите воду через фильтр. Или же, да, не поленитесь, оставьте водичку отстаиваться где-то примерно на два денечка. Да, да, возьмите себе где-нибудь, приготовьте пятилитровую бутылочку. Налейте воды, поставьте ее где-нибудь в уголочке, чтобы она вам не мешала. И уже, в принципе, через сутки вы можете ее использовать. А лучше, если пройдет двое суток. Верхнюю воду мы все используем. Где осадок, вы его прямо увидите, да, на донышке осадок, естественно, мы его не используем. Этот осадок утилизируется. Бутылочку промываем, да, заново наливаем чистой воды, точно так же ставим в уголочек и отстаиваем. Можно использовать фильтрованную воду, можно использовать замороженную воду, когда мы бутылочки с водой замораживаем, потом размораживаем, доводим до комнатной температуры. И тогда уже используем. Результат вы увидите сразу колоссальный, да. Если до этого вы поливали свои орхидейки просто водичкой из-под крана и видели, что где-то у вас подгнивают корешочки, где-то на корешочках образовывается такая неприятная коричневая корочка или белый такой налет, то если вы начнете использовать правильную мягкую воду, вот этого налета у вас не будет. И никаких подгниваний корешочков тоже у вас не будет. Естественно, водичка теплая, так, чтобы было вот пальчику прям приятно, да, для вас такая должна быть приятная прям водичка. Это примерно где-то 28-30 градусов. Я, знаете, вот просто по ощущениям проверяю всегда, да, если мне вот как бы устраивает температура, то я такой водичкой поливаю свои растения. Теперь в эту правильную мягкую воду я всыпаю препарат живо. Часто рассказываю об этом препарате, потому что он реально классный. И я уже говорила, да, все мои зрители знают, что когда я использовала его по инструкции, никакого эффекта я не видела, вот просто ноль. Ни одна орхидейка не выпускала цветоносы, никаких корешочков, ничего не было. И, знаете, я прям, можно сказать, выбросила там оставшийся этот пакетик, потому что вообще никакого результата. А потом я решила попробовать, но использовала уже свою дозировочку, свой метод приготовления этого препарата, да, и использования его. У меня розовая жива, причем, вы знаете, уже попробовав зеленую живу и розовую, я поняла, что препараты отличаются от зеленой живы, где вот именно нарисованы листочки. Орхидейки реально растят листья и корни, никакого цветения я не увидела. Когда использую именно розовую живу, цветение, корни, листья, все начинает просто бурно расти. И вот, правда, различия есть, хотя многие мне писали, что состав абсолютно одинаковый, и разницы нет, да, только зеленая жива в более большой громовке. Если в розовой живе у нас 5 грамм, то в зеленой 10. Но нет, разницу я все-таки увидела, и может быть и состав одинаковый, но процентность, да, содержания того или иного препарата отличается, и уже получается эффект совсем другой. Как я использую? Вот сейчас на литр теплой мягенькой водички я буду использовать 2,5 грамма. Это пол пакетика розовой живы. Отмеряю очень легко, да, вот так вот делаю, получается, как такую вот колбасочку снизу, пальчиками половиночку зажимаю и высыпаю только пол пакетика. Можно, конечно, да, взять мерную ложечку и прям отмерить все, можно какие-то громовые весы взять отмерить, но я вот этим, если честно, прям до грамма, миллиграмма не измеряю. Просто добавляю пол пакетика. И все, вот пол пакетика живых в 1 литр теплой отстойной водички. Всыпаем. Здесь у меня пакетик уже, как вы видите, не новый. Пол пакетика я уже израсходовала, поэтому здесь остались как раз те самые пол пакетика, которые должна использовать на литр воды. То есть 2,5 грамма. Живый имеет запах. Вот, ну, запах неплохой. В принципе, мне нравится. Но я думаю, что для аллергиков лучше использовать препарат жидко в виде. Аналогичный препарат в жидком виде – это аминозол. Причем по цене он будет примерно в одной категории. Я сейчас размешиваю и будем с вами применять на моей фитокартине. Итак, хочу еще всех предупредить, что таким способом я обрабатываю только нецветущие растения. Если живо обработать цветущее растение, оно сбросит цветы. Вреда точно не будет, но старые цветочки орхидея может сбросить. И запустить новую функцию жизнедеятельности, а то есть наращивать новые бутоны, новые корни, новые листья. Вот, поэтому будьте внимательны, и если вы хотите сохранить старое цветение, то живое не поливайте. А если вы хотите подкормить свое растение, но при этом вам не жалко старых цветочков, тогда можно поливать. Просто предупреждаю для тех, кто хочет полить цветущее растение. Таких я знаю, что у меня много, и в комментариях потом, знаете, бывают кучи вопросов. Хотя я всегда в видео говорю, что я подкармливаю только нецветущие орхидейки. Или те орхидеи, которые растят цветоносы, но еще бутончики не распустились. Такие орхидеи тоже можно обрабатывать и стимуляторами, и подкормками, и удобрениями. Вот те орхидеи, которые только растят свои цветоносики. Когда уже они распустятся, вот, собственно, да, орхидейка давно цветет. И тут всего у нее, ага, немножко цветочков. Мне не жалко, даже если она сбросит эти цветы, она начнет растить новые корни, новые листья и новый цветонос. Поэтому будьте внимательны. Так, что я сейчас сделаю? Все очень просто. С помощью опрыскивателя, да, вот таким вот способом я это делаю. Да, чтобы не переливать, сначала в пульверизатор, потом в леечку. Я хорошенечко опрыскиваю сейчас растение. Так, чтобы увлажнилась листовая пластина. И увлажнилась с двух сторон. Вот прям хорошенечко, чтобы орхидейки намокли. Вот таким вот образом. Прям хорошо-хорошо опрыскиваю. Опрыскивать свои орхидейки я не боюсь. Это также очень частый вопрос у меня в комментариях, потому что боятся все попадания в точку роста. Я не боюсь, потому что у меня есть циркуляция воздуха. У меня есть возможность открыть окошки, да, чтобы воздух циркулировал. У меня дома сейчас тепло. И также я еще могу включить вентилятор. Да, именно на балкончике. Здесь никому не мешает, ни мой вентилятор, ни мои где-то приоткрытые окошки. Только должно быть тепло. Обязательный фактор. Орхидейки хорошо просыхают. И за все время моего опрыскивания орхидей ни одна орхидея не погибла, не сгнила. Почему гниют орхидеи, да, и почему идет такая прямо волна, да, что вот от опрыскивания орхидейка может погибнуть. В точку роста попадает вода, и все, все сгнивает, все загнивает. Чаще всего все обрабатывают орхидейки в ванне. В ванне нет никакой циркуляции воздуха. И если полить холодной водой, допустим, орхидейку, оставить ее в ванне, где темно, орхидея не впитывает в себя эту влагу, она стоит как бы в спящем состоянии, пока темно. И, естественно, начинается вот этот вот процесс гниения от холодной воды, от того, что не циркулируется воздух, от того, что темно. Вот, и если еще и прохладно, то также появляется гни. Когда на окошках опрыскиваем также слейший враг, это прохладно, и такой вот воздух стоячий, да, без циркуляции. И тогда может начаться загнивание. Но, когда факторы у нас все соблюдены, тепло, циркуляция воздуха, при этом светло, чтобы орхидея впитывала в себя влагу, никакого вреда не будет. Точно так же могу сказать, что все водные процедуры я делаю утром, для того, чтобы орхидея в течение дня как раз-таки впитала ту самую влагу. Если обработки делать вечером, то орхидеи маленький промежуток времени, да, пока солнышко светит или лампочка горит, чтобы впитать влагу. И, как правило, если мы вечером обработали, мокрые орхидеи уходят в ночь. А ночью, как и все живое, они в спящем таком состоянии. Так активно воду они не впитывают. И они стоят, получается, мокрые. От этого загнивает корневая система. Я думаю, что здесь, в принципе, все понятно. Так, когда я уже... Вот здесь вот немножечко еда пшикала орхидейку. Чуть-чуть, еще пару пшиков. Вот так. И теперь, когда листовую подкормку я закончила, я считаю, это очень важно. Я даже, когда удобряю орхидейки, стараюсь удобрать и листики в том числе. Потому что листья также очень хорошо впитывают в себя все микроэлементы, влагу, которую я даю. Так, и теперь полив. Здесь идет поддончик. Там нет никаких дырочек. И идет, получается, полив. То же самое, что если бы орхидея стояла в обычном кашпо. Я стараюсь именно проливать. Проливать. Вот. Угу, немножечко проливается у меня здесь. Видно вам? Вот таким вот способом. По чуть-чуть. Вот так вот я орхидейки здесь поливаю. Конечно, неудобно, лучше бы, конечно, встать на стульчик и поливать. Кстати, опять же, я заметила, те орхидейки, которые в триферне и в амхе, здесь проще всего поливать и за ними проще всего ухаживать. Потому что мох очень быстро впитывает влагу, ничего нигде не подтекает в амхе, и все впитывается. И также мох еще очень легко распределяет влагу по всему периметру горшочка. И даже то, что горшочек стоит, да, получается, на бочок, так скажем, да, все равно, все равномерно влажно. Что не скажешь о керамзите и о коре. Поэтому здесь есть орхидейки, которые идут в керамзите и в коре. Я их буду пересаживать или в триферму, или в мох. Причем, если будет посадка или в триферму, или в мох, можно будет поливать именно просто, да, вот в поддончик. Поддончик налили, и уже мох и триферму будут распределяете влагу. Просто впитывать, да, в себя, и все, и никаких проблем. Собственно, вот так вот я поливаю. Как я уже сказала, очень удобно поливать, если орхидейки, бамхи, прям вообще идеально. Здесь пока я временно расположила, кстати, орхидейки в кокедамах. Вот одна, вот вторая в кокосиках, третья. Мне за ними здесь очень легко ухаживать в модуле, да, и если они здесь зацветут, тоже будет очень красиво. И потом, когда я подвешу кокедам уже на балкончике, да, уже в окончательном таком этапе, то их место займут варигатные новые орхидейки, которые я приобрету. Ну, или, возможно, какие-то вот такие вот пятнистенькие. Кстати, у меня сейчас растет прекрасная детка от фабрики Бабочки, и я думаю, что ее нужно будет посадить как раз-таки именно для фитомодуля, и где-нибудь здесь найти для нее место. Я думаю, что она также своими листочками и ароматными цветочками отлично впишется в мою живую картину, в мой фитомодуль. Надеюсь, вам со мной было интересно. Вы поставите мне пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Живо обязательно попробуйте именно по моей, я такой, можно сказать, методике, когда я добавляю, да, больше препаратов в водичку, чем заявлено на упаковке. Обязательно опрыскиваю и поливаю. Тогда орхидеи начинают благоухать, они начинают очень хорошо расти и выпускают свои цветоносики. Ну, и на этом я буду заканчивать свое видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока. А мы уже вскоре увидим цветение этих красоток.